Пришло время немножко консолидироваться, наполняться, поэтому я решил рассказать тут кратенько о еще одной руне-мудре. Называется сопряжение. Сопряжение сферы, левая, вверхая, низа и гармонизация. Она очень простая. Многие вот так вот делают, сами не понимают, что они делают. Это подсознательно люди обращаются к этой мудре. Кристалл с двух сторон, очень просто. Ромбик. Сделать ромбик пальчиками вот так. Можно вот так работать, сразу идет наполнение. Вот так вот только сделали, расслабились, пошло наполнение. Особенно полезно мужчинам это делать. Ну, женщинам для наполнения вот так вот достаточно, наверное. Ну, и структурироваться точно плохо. Вот он, кристалл. Сделать из себя, из своих потоков кристалл. Сразу чувствуется, как поток слева, справа. Они входят друг к другу, не мешая, но в этом месте начинают кристаллизовываться. Структурирование пространства. Можно сказать, что насос. Можно вот так работать вниз на всех уровнях. Сразу чувствуется. Вот ромбик. Тут ромбик. Руки как ромбиком стали еще внизу. То есть это кристалл в кристалле. Можно вот так вот сделать и накачивать. Руки треугольник. Это получается ромбик под крышей. Вот кристалл ромбик. Вот так. Вот так сразу чувствуется, где какие присоски, подключки, структуры. Сразу повышается уровень плотности. И сразу видно, кто на этом уровне плотности наезжает, грубо говоря. Это способ очистки, освобождения от магии. Потому что в магии так тот же универсальный закон, как и на уровне физики. Вот дерево можно только железом. То есть более твердым материалом. Ни одна магия, ни от одной колдушки никогда не прилетит. А если прилетит, то оно высохнет и отвалится. Если уровень плотности у нападающего, условно, у агрессора, меньше, чем у вас, у тебя. И, соответственно, если у тебя уровень плотности больше, то никакая магия сглазы, корчи и прочее просто не сработает. Потому что универсальный закон. Он закон фрактальности. Законы физики работают и в магии тоже. А вот способ повысить, уплотнить, кристаллизовать свою энергетику, упорядочить, структурировать максимально, сделать из себя кристалл осознанности. Хотя это можно назвать все-таки сопряжение. Лучше называть это мудро сопряжение. Почувствовать на каждом уровне, проработать сбоку, слева, справа, сверху, снизу, по каждой чакре. Можно вот так вот работать, можно вот так наоборот, с нисходящим потоком наполнять. В общем, пробуем, работаем. Помним, что все-таки начинается. Слабым в том, что грядет, место просто не будет. Пора становится сильным, и вот эта мудро поможет подкачать силу.